Что особенного содержат зеленые помидоры? Как можно приготовить зеленые помидоры? Помогают ли при варикозе зеленые помидоры? Смотрите видео до конца и узнаете, как использовать зеленые помидоры. Друзья, наша команда постоянно ищет новые методы и рецепты для вашего здоровья и долголетия. Каждому из нас важно чувствовать, что мы приносим пользу. На этом все держится. Поэтому просим тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик и выбрать параметр «Все уведомления». Осенью, когда наступают прохладные ночи, помидорные растения следует убирать. На кустах сохраняются еще в большом количестве помидоры, но они зеленые. Что же делать с зелеными овощами? Как можно использовать зеленые помидоры? Вот вопросы, которые каждую осень задают себе дачники. Что входит в состав зеленых томатов? Недозрелые помидоры в сыром виде совсем неприятные на вкус. Они горчат, да еще и содержат раздражающий организм вещества, хотя в то же время богаты и полезными ингредиентами. Зеленые помидоры содержат клетчатку, калий и магний, большое количество аскорбиновой кислоты и совсем немного витаминов группы В, витаминов К, ПП и Е. Солонин, который относится к ядовитым веществам, в небольших количествах обладает спазмолитическими свойствами, а в высокой концентрации раздражает желудочно-кишечный тракт и клетки нервной системы. Содержится только в свежих овощах, при термической обработке разрушается. Томатин также относится к ядовитым соединениям, но концентрация его в зеленых помидорах невелика, а в маленьких дозах он оказывает стимулирующее воздействие на иммунитет и укрепляет структуру мышц. Ликопин – антиоксидант, улучшающий метаболизм, способствующий защите генетического кода от повреждения, положительно воздействующий на сосуды и глаза, нормализующий артериальное давление. Сиротонин – гормон счастья, который вызывает положительные эмоции, улучшает настроение, регулирует биологические часы человека. Фитонциды оказывают противовирусное и антибактериальное действие. Можно ли употреблять зеленые помидоры? В свежем виде употреблять помидоры, которые еще не покраснели, конечно, можно, но ограничивать прием одним-двумя штуками, используя их для салата, больше не стоит из-за присутствия солонина, да и в таком виде они совсем невкусные. Как можно использовать зеленые помидоры? Польза от употребления зеленых помидор очевидна при нарушениях в кислотно-щелочных соотношениях для сердечно-сосудистой системы клеток головного мозга. Для того, чтобы плоды не пропали, сохранили свои полезные свойства и утратили ядовитое вещество, зеленые помидоры надо обрабатывать. При термической обработке в высоких температурах происходит расщепление солонина, поэтому приготовленные горячим способом маринованные и соленые зеленые помидоры совершенно безвредны и очень даже полезны. Зимними вечерами баночки с зелеными томатами очень даже подойдут к ужину. Перед закладыванием в банки помидоры надо искупать в кипятке, погрузив их в горячую воду на несколько минут, потом положить в банки и залить горячим рассолом. Приготовленные таким способом овощи станут вкусными и полезными. Как помогают зеленые помидоры при варикозе? Варикозное расширение вен нижних конечностей – заболевание, которое встречается довольно часто. Им страдают и мужчины, и женщины. На ногах происходит расширение вен с образованием узлов и выпячиваний, которые могут тромбироваться и воспаляться. Помогут справиться с измененными венами сырые зеленые помидоры. Зеленые плоды надо нарезать и наложить на участки расширенных вен и трофических изменений. Подержать до появления пощипывания кожи. Повторять процедуру ежедневно в течение 10 дней. Против варикоза борется тот самый солонин, который может оказывать токсическое воздействие, попадая внутрь организма. Через 10 дней эффект станет заметен, он проявится в уменьшении плотности вен, сокращении их размеров. Если проблема существует, то все средства для ее устранения хороши, в том числе и зеленые помидоры. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!